Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Чтобы включить на усилитель и продемонстрировать Добавлю прибор Долго я не мог адекватное название подобрать Который называется фрактализатор Для устройств аудио Фрактализатор сетевого питания Если так дотошно сказать Вот это устройство Стоит Значит запитывается от сети То есть на усилок идет сигнал От сети Это питающий провод усилителя Подходит Киловат на транс Сюда на банк Вот эти у меня встает Ох Интересно И тут у меня стоят значит Вотнимители Все остальное Чем я запускаю усилок Ой Щуп отвалился И задача значит Задача этого устройства Но оно не является в чистом виде Фильтром сетевого питания Оно является гораздо более многофункциональным устройством Выполняет функции Фильтрации входного питания От сетевых помех И облегчает наброс нагрузки на трансформатор То есть когда идет у нас бас Резкая динамика Бывает что не хватает ни конденсаторов Ни реактивной мощности трансформатора Которая накапливается энергией Для того чтобы гладко сработать с усилком И все таки усилки затыкаются И вот эта штучка Именно переходный процесс Оптимизирует Делает более динамичным Более правильным То есть убирает помехи За счет того что у нее определенный алгоритм заложен На открытом наявлении Которое используется во многих моих приборах Нормализаторах и так далее Оно используется вот здесь Штучка стоимостью каких-то 26 тысяч рублей всего Но она делает то что Не делают ни шикарные сетевые кабеля дорогие Ни шикарные разъемы То есть она делает именно полезную работу Которая в денежном валенте Тысяча на 2,5 на 3 доллара потянет Что по нынешнему курсу Сами понимаете какая разница Причем это Значит Конкретно этот экземпляр рассчитан Примерно на усилки До 400 ватт мощность То есть по 200 ватт на канал Ну рассчитывалось изначально 500 ватт наверное Ну по испытаниям чуть-чуть Она до 500 ватт не дотянула 450 ватт Хотя и на 500 ватт конечно есть Плюс А значит Самый интересный эффект у нее появился Как ни странно При работе с не очень мощной нагрузкой А с источником Потому что оказалось Что подготовка питания источника Это даже более интересный вариант Чем маятсис Как сказать С усилком То есть она прекрасно Зарекомендовала себя и в источнике И в усилке Я честно говоря Поскольку у меня она сейчас одна Не знал куда ее поставить Ну как бы на виниле Она просто играет Узумительно Ну Все таки она стоит у меня в усилке Потому что как бы Общий выигрыш в усилке Более значительный чем На этой самой Так Рыбану Это я вот кручу Со своего канала взял звук Чтобы не Поставляли мне Петензии В общем кому будет интересно Кстати Есть на нее и отрицательные регламации То есть она успела покататься По стране По России конкретно То есть как ни странно Вот эта вещь требует Акустики с высокой чувствительностью То есть 88-90 хотя бы децибел То есть на низкой чувствительной акустике Ну потому что там динамический просто разброс меньше Куже диапазон Поэтому она себя проявляет Слабее И на дешевых усилках Она конечно Своего потенциала не раскрывает По причине просто того Что усилки достаточно зажатые И как бы там и раскрывать нечем Ну вот она Своих аппаратах я ее пробовал Она ведет себя шикарно Так что если кому будет интересно Пишите Пришлем Изготовим Данное устройство Еще раз повторяю название Фрактализатор сетевого питания То есть ничего подобного нет То есть все якобы клоны Ну эта вещь вообще задумана давно Но исполнена просто Исполнена она год назад За это время как бы поработала Кстати обещаю сделать съемку С эффектом вот этой штуки Буквально на днях Я собираюсь к товарищу Который про усилителя Сюжет снимал Вот мы у него пожалуй запустим Мне интересно конечно Как она работает С усилителя мак Какой эффект будет И выложу в ютуб Если не сотруд То вы сможете это услышать С вами был Юрий На этом конечно Закончено Кстати Ну еще скажу Что этот же принцип Вот Эфиродинамический генератор Вы видели Там некоторые нивы Похожести Вот на этом устройство есть То есть принцип он универсальный Он работает и в этом устройстве И в двигателе И так далее Что еще раз доказывает Ну физически просто Состоятельность вот моей теории И ее Возможность практического применения Во многих полезных вещах В электрических В том числе и в аудио И в электрических машинах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok